Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темы этого выпуска. Дом культуры, руки за голову. Скандал вокруг полицейского рейда в известный ночной клуб разгорается. Упал на Северном. Рязанский велосипедист решил погонять по новой дороге и наткнулся на стальные тросы. Кто виноват? Ствол на крышу. В Рязани фуру накрыло упавшей березой. А теперь обо всем подробнее. Как и ожидалось, скандал с избиением посетителей клуба «Дом культуры» набирает обороты. Напомним, вечер выходного дня для ДК обернулся представлением в стиле маски-шоу. Как сообщил директор заведения Иван Ватяков, в клуб пришли силовики, расставили всех вдоль стены, кое-кому сильно перепало. Вот фрагмент записи. Периодически, применяя физическую силу, били людей по ногам. Также я видел, что применяли дубинки резиновые. В свою очередь полицейские объявили, что в ходе рейда на одного из спецназовцев накинулся сзади агрессивный посетитель. Пришлось применять силу. Однако, справедливости ради, надо сказать, что в ДК в тот воскресный вечер собрались не фанаты, скажем, группы блестящей. Среди выступавших, например, была белорусская команда «Мистер Икс». Известно, что группа активно поддерживает развитие так называемого антифах-хулиганизма на территории бывшего СССР. Также известно, что группа относит себя к политичному движению скинхеды против расовых предрассудков. Понятно, что силовиков такие концерты, мягко говоря, настораживают. Вот что сообщили по поводу инцидента рязанские полицейские. При осмотре и беседе, скажем так, с членами и с участниками данных неформальных молодежных организаций, которые в тот момент находились на территории клуба, многие из них вдавали находящиеся при себе ножи, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, газовые баллончики, с целью недопущения, скажем так, осложнения оперативной обстановки и возникновения возможных конфликтных ситуаций, массовых драк, в результате которых могли привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, данные молодые люди были превышены для проведения профилактических беседок в отдел полиции номер один. Они все в отделе полиции находились в одном месте, то есть на территории актового зала, спокойно передвигались, кому нужно было, то есть их движение, их, скажем так, никто не ограничивал, и спецсредства в отношении при проведении их мероприятий никто не использовал. Конечно, превышение полномочий со стороны полиции – вещь недопустимая, но в родном отечестве весьма распространенная. Во всяком случае, дело на контроле у начальства силовиков свою проверку проводит и следственное управление региона. Следственными органами Следственного комитета России по Рязанской области организована и проводится доследственная проверка. В ходе ее проведения следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам будет принято законное процессуальное решение. Также рязанский губернатор потребовал от полиции тщательной проверки принятия мер, предусмотренных законом, и доведения результатов до сведения общества. Еще одно окровавленное рязанское лицо промелькнуло на информационных сайтах в связи с работами на Северном обходе. Велосипедист Николай Орешин получил серьезные травмы из-за того, что наткнулся на трос, натянутый посреди тротуара. Сегодня по самой знаменитой автодороге Рязани проехал наш съемочный экипаж. Рурналисты выясняли, какие опасности подстерегают беспечных ездоков на трассе и как всего этого избежать. Ни одно СМИ не обошло стороной новость о том, что рязанский велолюбитель Николай Орешин, катаясь на своем двухколесном друге по пешеходной дорожке Северного обхода, напоролся на два натянутых троса. Николай, пролетев пару метров, лишился плеера и очков, зато заработал кучу ушибов и мужественный шрам на лице. Конечно, как уже известно, тротуарная дорожка не была введена в эксплуатацию, да и, честно говоря, рановато было на нее с велосипедом соваться. С другой стороны, недопонимание и недовольство со стороны граждан тут весьма понятны. Как это? Дорога есть, а ездить по ней нельзя. Так мы не привыкли, а вот к тому, что наша дорожная жизнь сплошной экстрим, привыкли уже давно. Поэтому, дорожники, ставьте красные треугольники, закрывайте люки, обозначайте тросы, потому как нашего человека никакой ремонт дороги не остановит. Официальное извещение областного министерства транспорта появилось на сайте в понедельник. Оно гласит, движение велосипедистов и пешеходов по тротуарам северного обхода будет открыто только после завершения всех работ. Так бы оно было бы еще неплохо заранее предупреждающие знаки расставить, потому как народ, увидев такую замечательную дорогу, сразу вознамерился по ней погонять, в том числе по невиданным доселе у нас велодорожкам. Менталитет у нас такой, вот Николаю Орешину и не повезло. Да и на тросах хотя бы красные флажочки не помешали бы для тех, кто не читает официальных сайтов. Ну и еще про официальные сообщения. Сегодня прошло заседание областного правительства, на котором губернатор Олег Ковалев сделал несколько заявлений, в том числе относительно оттопительного сезона. На сегодняшний день, вот той справки, которая у меня есть, у нас все еще продолжает оставаться ряд жилых домов, которые, ну, недостаточно, ненормализованное теплоснабжение. Это Дожково-Песочня, Шереметьевский проезд, Касимовское шоссе. Нет тепла по ряду, там, стояков по ряду подъездов в домах 2-4 по улице Советской Армии, Чкалово, дом 5-7, высоковольтная, дом 18-20, улица 6-я линия и так далее. Значит, я прошу по городу Виталию Евгеньевичу довести до ума все. Значит, выходные дни, за выходные дни очень много жилых домов, весь московский район, по сути дела, жаловался на то, что и звонки шли сюда, к нам на горячую линию и так далее. И жаловался, и это подтвердила проверка Кравчука, значит, что действительно проблемы есть. Значит, сейчас количество уменьшилось. Надо в течение сегодняшнего дня вот эти вот проблемы, о которых я назвал, снять, Виталий Евгеньевич. Далее материал, который продолжает наш цикл, под названием «Верните горочку». Напомним, в Рязани на восковольтной после ремонта теплотрассы работниками горводоканала остались кучи грязи, зато пропала детская горка. После нескольких наших сюжетов коммунальные правители водной стихии мусор убрали, площадку разровняли, а вот горочки, похоже, след простыл. Продолжает расследование Олеся Харлина. Эпопея о многострадальной горке похожа на дешевую мыльную оперу. Вроде каждый день что-то происходит, а результата все равно нет. В этой серии, например, представители водоканала равняют грунт на месте детской площадки. Официальное интервью, конечно, давать никто не уполномочен. Но за кадром сообщают, для водоканала мелковато, кому нужна ваша горка. Тут грешите или на местных жителей, или на ЖЭУ. А в продолжение добавляют, по инструкции положено, что подвинули в ходе ремонтных работ, то и поставили на место. А уж благоустройство в виде газона, прерогатива принимающей стороны, Надо горку, тем более, что есть свидетели, опровергающие миролюбивый настрой и подход водоканала. Говорят, видели машину с фирменными логотипами компании, которая спилила и увезла злополучную горку. Еще о делах сугубо городских. Сегодня в Рязани перекрыли улицу Грибоедова. До пятницы будут чинить теплотрассу. Понятно, народ поехал в объезд, а тут автолюбителей ждал сюрприз. Жители нашего города, отправившись на работу сегодня утром, были неприятно удивлены тем, что улица Грибоедова, одна из самых загруженных улиц Рязани, оказалась закрыта для движения транспорта. Спасительным объездом для автомобилистов стала улица Затинная. Но и тут все, как обычно, оказалось не так уж и просто. Поперек дороги встал грузовик, на кузове которого, вальяжно раскинув свои ветви, расположилась роскошная береза. Водитель грузовика не смог разъехаться с деревом. Зацепив ствол прицепом, он протащил несчастную березку аж 9 метров. Вот так и стояли в обнимку. Без слов понятно, что березку пора было укоротить уже давно. А водитель грузовика просто оказался не в то время, не в том месте. Спасать же ситуацию, как всегда, пришлось человеку с бензопилой. А народное мнение таково. Если бы грузовик злополучную березку не сшиб, то она сама вскоре упала бы. И, возможно, последствия были бы куда печальнее. Подвернись в этот момент дереву не большая фура, а, скажем, малютка Матис. Профильным службам надо бы сделать из этого случая свои выводы и заниматься профилактикой своевременно. А не когда гром грянет. И последнее на сегодня. Страна обсуждает рождение детишек от суррогатной мамы у Пугачевой и Галкина. По крайней мере, нам так внушает телеканал. Вся страна, все волнуются, других проблем у страны нет. Ну, кто хочет, тот и перемывает тему. А вот жуткий случай в Скопине стране вряд ли будет интересен. Не такой он гламурный, вот оно что. Итак, в Скопине на кладбище нашли грудного ребятеночка. Вот так выбросили еще живого малыша прямо сразу к последнему пристанищу. Такой вот детский гламур по-рязански. Хорошо, что малыша вовремя нашли. Он жив, только ладошки обморозил. Сейчас найденыш в местной больнице, а полицейские ищут, кто же совершил такое мерзкое дело. Вот это, как нам кажется, будет поважнее многих мыльно-оперных темок, которые нам преподносят, как всероссийскую сенсацию. Детей живых на кладбище вывозят. Это и есть российская действительность 21 века. На сегодня все. До встречи в среду, как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин